GeForce GTX 760 и GeForce GTX 1660. Супер! Каждая является отличным девайсом среднеценной категории, с одной важной оговоркой. Первая была представлена в 2013 году, а вторая буквально только что осенью 2019. И хотя кое-где за такое время даже президент не успевает смениться, по меркам индустрии это очень большой срок. Или нет? Рад видеть вас на канале iZender Today и самое время проверить, сможет ли ветеран что-то противопоставить дерзкому новичку. Приступаем! Для начала немного деталей о наших участниках и начнем конечно же с 760. Пенсионеры, как говорится, вперед! Итак, GeForce GTX 760. Впервые она увидела свет летом 2013 года. Хотя впервые это конечно громко сказано, потому что внутри у него стоит чип GK104. Те, кто интересуется железками, вспомнив, что он использовался еще в карточках 600 линейки. А что делать? AMD в то время тоже ничего особо интересного не выпускала, что и позволило зеленым без лишних напрягов растянуть одну архитектуру на два полноценных поколения. К слову, ОГК104. Его конечно немного урезали и 760 досталась версия чипа с шестью активными мультипроцессорными блоками. В памяти ей отгрузили 2 гигабайта, быстрый по тем временам GDDR5. И что не может не радовать, с чипом они общаются через шину на 256 бит. Так что с пропускной способностью даже сейчас все довольно неплохо. А вот объем конечно вызывает вопросы. Это в 2013 году 2 гигабайт хватало за глаза в любых играх и режимах. А как оно будет в современных проектах, увидим в тестах. Про GeForce GTX 1660 супер много говорить не буду, потому что вот только что выкладывал обзор этой карточки в исполнении гигабайт. Собственно она в нашем сравнении и поучаствовала. Лишь напомню, что от обычной 1660 она отличается более быстрой памятью типа GDDR6. Ну а версия Gaming Co. C6G от гигабайт получила еще и заводской разгон вдобавок к нереференсному дизайну платы и охлаждения. Поэтому кстати 760 я тоже разогнал, чтобы все по-честному. Итоговые параметры обеих у вас сейчас на экранах. И еще одна деталь. На указанных частотах 760 сохраняла стабильность везде, кроме теста World of Tanks Encore на ультра настройках. Поэтому там разговор пришлось немножко убавить. Пара слов о том, как тестировал. Во-первых, все тесты были в Full HD. Для 1660 супер использовал только ультра настройки графики, а вот 760 прогнал в двух режимах. Первый это тоже ультра, чтобы можно было наглядно сравнить с 1660. И дополнительно прогнал ее на средних. Все-таки для карточки, которой скоро по возрасту пора в первый класс идти, это более подходящий режим в современных играх. Как обычно, все тесты я прогонял по три раза, а запись геймплея проводилась отдельным прогоном, результаты которого не идут в итоговую статистику. Тестовая система у вас сейчас на экранах. Приготовления закончились и погнали смотреть, что получилось. Ассасинская одиссея сходу дает понять, что старикам здесь не место. По крайней мере, если речь идет об ультра настройках графики. Чуть больше 10 кадров в секунду, это все, на что способна GTX 760 в таком режиме. И, конечно же, 2 гигабайта памяти оказываются забиты под завязку. Собственно, иначе и быть не могло, учитывая, что даже 6 гигов у 1660 супер загружается почти на 100%. К слову, если сравнивать эти две карточки, то получается почти пятикратная разница по среднему FPS. Ну а что со средними установками? Тут старичок смотрится уже куда интереснее. Правда, более новую видеокарту он не догнал, даже в таких условиях. Тем не менее, более 30 кадров в секунду по среднему значению, причем без критических просадок, позволят поиграть более-менее комфортно. Хотя красотами графики в полной мере уже не насладиться. И еще обратите внимание, даже в простом режиме видеопамять почти всегда занята полностью. Следом у нас Shadow of the Tomb Raider. Если сравнивать с результатами в предыдущем тайтле, то сразу заметно, что средний FPS в тяжелом режиме вырос примерно в два раза. Об играбельности речи, правда, все равно не идет, но тем не менее. А вот на более низких настройках, наоборот, производительность оказывается хуже, чем в Ассасине. Да и в принципе, прирост от перехода с ультра настроек на средний не так уж и велик. Опять же, поиграть в Shadow of the Tomb Raider на средних, имея в своем распоряжении GTX 760, можно, учитывая, что это все-таки сингл-игра, и тут высокий FPS не так важен. Но все балансирует где-то на грани комфортного уровня, так что лучше будет понизить установки еще сильнее. Что касается 1660 Super, то он оказывается примерно в 3,5 раза быстрее при одинаковых настройках качества. А вот Gears 5 порадовала, без всяких кавычек, если что. На почти 7-летней карточке и на максимальных настройках получилось 26 кадров в секунду по среднему FPS. Но полноценно поиграть на таких установках все равно не получится, потому что просадки до 11-12 кадров в секунду – это явно не то, что можно назвать комфортным геймплеем. Даже если вы совсем не привередливый геймер, вроде меня. Зато средние настройки – это вот прям то, что доктор прописал. 40 кадров в секунду по среднему и больше 30 по минимальному – это уже то, с чем можно жить. Учитывая, опять же, что речь идет про почтенного пенсионера. Да и надо сказать, отставание от 1660 Super не такое уж и большое. Всего-то чуть больше, чем в 2,5 раза. По минимальному FPS, правда, уже в 4 раза. Ремейк третьей части «Обители зла» относится к старости без особого уважения. На максимальных настройках GeForce GTX 760 сумел выдавить из себя около 17 кадров в секунду по среднему значению. Хотя, учитывая, что это все-таки сурвайвл-хоррор, низкий фреймрейт можно считать дополнительным испытанием. Если же такие развлечения не по вашему вкусу, то спешу обрадовать. Переход на Medium Settings решает проблему с производительностью весьма качественно. Больше 50 кадров в секунду – это уже почти высшая лига. Думаете, все слишком хорошо для старикана? Если да, то просто сравните его с 1660 Super. Почти семикратная разница. Тот случай, когда понимаешь, что потратил деньги на апгрейд не напрасно. Бенчмарк от создателей World of Tanks не особо требователен к железу, так что даже на старых или бюджетных видеокартах выдает отличную производительность. Впрочем, для сетевых игр это одно из основных требований, потому что надо бороться за популярность. И среди владельцев слабых машин тоже. Почти 60 кадров в секунду у GeForce GTX 760 на ультра-настройках графики – лишнее тому подтверждение. Но это еще не все. Обращайте внимание на результаты со средними настройками. Это единственная игра во всей подборке, где GTX 760 на средних оказался быстрее, чем 1660 Super на максималках. Разница, конечно, минимальная, но она есть и она в пользу нашего пенсионера. Не знаю, какой из этого сделать вывод, но внимание точно заслуживает. Заодно это чуть ли не единственная игра, где хотя бы на средних настройках видеопамять 760 не забита на 100%. В этом, видимо, и кроется ее внезапная прыть. Так что будь на борту побольше памяти, возможно, и остальные результаты были бы более впечатляющими. Так можно было бы подумать, если бы не третий Ведьмак. Потому что это вторая игра, которой 2 гигов видеопамяти вполне достаточно. Даже на максимальных настройках. И нет, в 760 это особо не помогло. Ведьмак 3, к слову, по возрасту не так уж далеко ушел от GTX 760. Тем не менее, на максимальных настройках он все равно не пощудил ветерана. 20 FPS по среднему значению – это максимум, на что он оказался способен. Но это тот случай, когда откат на средний помог спасти ситуацию. Со средней частотой кадров выше 40 в RPG можно играть без каких-либо неудобств. Особенностью конкретно третьего Ведьмака я бы назвал отличную стабильность. В том плане, что на любых настройках минимальный FPS оказывается близок к среднему значению. Поэтому даже если общее быстродействие не очень высокое, восприятие картинки оказывается более позитивным, чем в случае, когда средний FPS выше, но происходят сильные скачки. Если продолжить сравнение с актуальной 1660 Super, то 760 отстает в 3 с небольшим раза. Из синтетических бенчмарков взял только сцены Fire Strike и Time Spy из пакета 3DMark. В целом все результаты у вас на экранах. Особых шансов у 7-летнего адаптера в общем-то и не было. Из любопытного можно заметить, что в более современном тесте Time Spy прирост от перехода на свежую видеокарту в процентах оказывается выше. Впрочем, своя логика в этом есть. Более новый тест активнее используют новые технологии, которые при создании 760 либо вовсе отсутствовали, либо их поддержке еще не уделяли пристального внимания при проектировании карточки. Тут, кстати, можно еще вспомнить, что хоть 12-й DirectX формально поддерживает обе карточки, 760-я ограничена лишь 11-м фича-левелом. Каких-то особых выводов по всему этому сравнению не будет. Результат был очевиден изначально и было интересно лишь то, насколько в итоге GeForce GTX 1660 Super окажется быстрее своего предка. Если вы до сих пор смотрите это видео, то полагаю, что вам этот вопрос тоже не давал покоя, поэтому не буду затягивать или заставлять вас считать самостоятельно и отвечу. В среднем GeForce GTX 1660 Super оказался на 287% быстрее, чем GTX 760. Или примерно в 4 раза. Такие дела. Спасибо, что досмотрели. Если эксперимент понравился, смело давите лайк, подписывайтесь на канал и жду вас в комментариях. На этом на сегодня все. До связи.